Всем привет! Разогреем вчерашнюю картошку. Вкусно! Хоть картошка у нас уже и была с луком, но мы добавим свежего лука к этой картошке. Немного добавляем на сковородку масло, желательно сливочного, и ставим разогреваться. Пока сковородка разогревается, сами тем временем нарезаем лук. Свежеобжаренный лук преобразит вкус вчерашней картошки. Все мы знаем, что вчерашняя мятая картошка не такая вкусная, как она была вчера. Масло растопилось, высыпаем лук и обжариваем его до золотистого цвета. В процессе обжарки лука на сливочном масле с самого начала обжарки по кухне начинает расходиться дивный и ароматный запах. Все, лук у нас стал золотистым, но масла теперь недостаточно. Добавляем еще кусочек, чтобы было масла на сковороде побольше. Масло растопилось, выкладываем на сковородку вчерашнюю картошку. И потихоньку ее перемешиваем с луком и маслом. Разминаем картошку. Картошка уже становится неотличима от свежей внешней, но и на вкус картошка также будет вкусна, будто ее приготовили только сегодня. Продолжаем немножко ее подогревать. Картошка разогрелась, сдвигаем ее на одну половину сковороды. На освободившуюся часть добавляем еще немного масла, мы же хотим покушать вкусно. Выкладываем немного колбасы и обжариваем ее с двух сторон. С одной стороны колбаса уже обжарилась, переворачиваем. Степень обжарки каждый выбирает исходя из своих вкусовых предпочтений. Все, другая сторона колбаски тоже обжарилась. Выключаем газ и выкладываем. Смотрите, картошка получилась, как будто она не разогретая, как будто мы ее только что помяли. Ну и в завершении добавим пару помидорок и немного посыпем свежим укропом. Все, вчерашняя картошка готова. Если вам понравилось видео и данный рецепт был для вас полезен, то не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и активировать колокольчик. Также можете написать свой вариант разогрева вчерашних блюд в комментариях. Всем приятного аппетита и до новых встреч!